Мировая экономика может столкнуться с настоящим дефицитом товаров и компонентов китайского производства, а также со значительным ростом их стоимости. Эксперты предупреждают о том, что нам всем придется еще неопределенно долго пожить при коронавирусном режиме и почувствовать на своих кошельках его последствия. Так, будущие новогодние подарки обойдутся всем значительно дороже обычного. Но почему, несмотря на появление различных вакцин, проблема пандемических ограничений по-прежнему остается столь острой. Виной всему оказался новый, индийский, штамм коронавируса. Так называемый дельта, вариант SARS-CoV-2, видоизменившись, стал куда опаснее и вернулся обратно на свою родину, в Китай. По оценкам британских медиков, вероятность заразиться индийским коронавирусом повысилась на 40%. Бессимптомный период у данного штамма, когда заболевший заражает окружающих, сам того не зная, значительно увеличился. В начале июня на локдаун вновь начали закрываться крупнейшие мегаполисы Южного Китая, расположенные вдоль морского побережья. В городе Гуанчжоу, столица провинции Гуандун, с населением 18 миллионов человек, ограничено посещение мест общественного питания, закрыты спортзалы, станции метро. Его жителям запрещено без крайней необходимости покидать населенный пункт, а для этого необходимо сделать минимум два отрицательных теста на коронавирус. После посещения красных зон в городе также необходимо сделать тест. Причин для столь жестких ограничений хватает. Властям необходимо как можно скорее вновь взять эпидемиологическую ситуацию под контроль. Во-первых, Гуандун является одной из самых промышленно развитых провинций КНР. Тут щедро представлены предприятия, работающие в сфере автомобилестроения, нефтехимии, электроники, ИИД, фармацевтики, биотехнологий, электроприборов и специализированного оборудования, целлюлозы, текстиля и продуктов питания. Этот регион, объективно, является одним из крупнейших вкладчиков ВВП Поднебесной. Во-вторых, провинция Гуандун является важнейшим логистическим центром, через который идут китайские торговые потоки по всему миру. Из порта Гуанчжоу открываются следующие маршруты. Европейский, североамериканский, африканский, средиземноморский, путь в соседнюю Южную Корею и Японию. Также именно из этого порта должен стартовать арктический маршрут из Азии в Европу через наш северный морской путь. Из-за высокой загруженности Гуанчжоу многие контейнерные перевозки уже давно были переведены в Шинчжинь. Восточный порт – порт Янтянь, откуда грузопотоки идут в США и Европу. И в западные порты – порт Шэкоу и порт Чиван, сориентированные преимущественно на Средиземноморье и Азиатское направление. Также есть порт Гонконга, но он более дорогой из-за высоких накладных расходов. Перевозчики предпочитают использовать его для перевалки опасных грузов, благодаря более гибкому местному законодательству. И вот теперь вся эта отлаженная десятилетиями схема развалилась за какие-то полтора года. Сперва пришел COVID-19, который парализовал нормальную деятельность китайской и не только промышленности. Спустя примерно год объемы производства по всему миру начали постепенно восстанавливаться, и возник ажиотажный спрос на продукцию и всевозможные товары и комплектующие из Поднебесной. Этот бум привел к самому настоящему дефициту контейнеров, а также к задержкам по поставкам на предприятия США и Европы. Соответственно, возросли их издержки и конечная стоимость производимой продукции. Потом случился памятный суэцкий инцидент с гигантским контейнеровозом Ever Given, который почти на неделю заблокировал 12% мировой торговли. И когда показалось, что все уже наладилось, новый штамм коронавируса вернулся из Индии на юг Китая, в самые промышленно развитые регионы, являющиеся одновременно основными логистическими хабами. Так, через провинцию Гуандун идет 24% всего китайского экспорта, а Индийская дельта ударила именно в эту ключевую точку. Негативные последствия не замедлили сразу же сказаться. Из-за мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции были введены ограничения на терминалах Наньша в Гуанчжоу, Янтянь и Шекол в Шинчжине. А это на минуточку, пятый и третий по величине контейнерные порты во всем мире, соответственно, терминалы которых сейчас работают лишь на 30% от мощности. Моментально образовались пробки, до двух недель возросло общее время транзитной обработки контейнеров, железные дороги перегружены, ограничено передвижение легковых автомобилей. Риска подорожала стоимость фрахта, неофициальные котировки в настоящий момент могут превышать исторические в 10 раз. Китайский эксперт Чжан Чуэй, главный экономист Pinpoint Asset Management, комментирует ситуацию следующим образом. Я думаю, что риск нарушения цепочки поставок растет, и экспортные цены, транспортные расходы, вероятно, будут расти и дальше. Провинция Гуандун играет важнейшую роль в глобальной цепочке поставок. Есть все основания полагать, что гуандунский кризис напрямую затронет Соединенные Штаты, поскольку значительная часть грузов, зависших в южнокитайских портах, была предназначена именно для североамериканского рынка. К слову, от суэцкого инцидента в основном пострадали европейские потребители. По прогнозам Чжэй, рецидив пандемии коронавируса в КНР может негативно повлиять и на весь остальной мир. В сочетании с пандемией в Индии и странах Юго-Восточной Азии, повышением стоимости товаров и доставки, этот рост случаев заболевания COVID в Гуандуне может способствовать более высокому инфляционному давлению в других странах. Данная ситуация лишний раз подчеркивает глобальную значимость китайской экономики, а также необходимость снижения зависимости от нее. Еще неизвестно, какие там пандемии ждут человечество впереди.